Привет всем! Прекратите принимать мелатонин. По таким названиям вышла статья в специальном номере The Sleep Journal. В ней о том, что в Америке мелатонин доступен, и к нему прибегают даже очень многие. Одни, чтобы решить проблемы с нарушением сна, другие, в связи с рассогласованием суточных ритмов при авиаперелетах со сменой часовых поясов, так называемым тетлам. В статье о том, что долго принимаемый с этой цели мелатонин для многих американцев стал проблемой. Сон не улучшился, но напротив ухудшился. Показал Ричард Готман, эксперт по мелатонину из Харвард, USA, назначается или принимается без назначения врача в высоких дозах. Эти высокие дозы и есть причина побочного действия принимаемого мелатонина в виде утяжеления бессонницы. Действительно, рекомендуется в широком диапазоне доз детям 0,5-6 мг, взрослым 0,2-5 мг, пожилым 1-6 мг. При этом считается, что разовая доза мелатонина должна быть не менее 1 мг. Но дозы выше 0,3 мг, как показали исследования Ричард Готман с коллегами, о их публикации на сей счет вы найдете много в ПабМед, высокие и именно они есть причина обострения бессонницы. Как пишется в обсуждаемой статье, производители мелатонина то ли с благой, то ли еще какой целью, но выпускают его в значительно более высоких дозах. Наиболее часто это 3, 5, 10 мг. Но 3 мг в 10 раз больше рекомендуемый Ричард Готман с коллегами. Поэтому, если бессонница и проблемы с засыпанием, примите за 1-2 часа до сна не более 0,3 мг мелатонина. Если ночью просыпаетесь, так покладите такую дозу мелатонина на пекроватную тумбочку и при просыпании примите. Если засыпаете плохо и ночью просыпаетесь, так примите дозу до сна и вторую оставьте на пекроватной тумбочке, чтобы проснувшись, тот же принять. Когда впереди авиаперелет с пересечением часовых поясов, начните принимать мелатонин перед сном за 3-4 суток до путешествия. Кстати, помним, бесплатный сыр мышеловки. Нас познакомили с дозами мелатонина, которым необходимо следовать, и по ходу прорекламировали новую форму препарата, в которой первая порция препарата освобождается в первые несколько минут, а вторая через 3-4 часа. Можете, конечно, заказать и пользоваться, но можете воспользоваться советом, в какой дозе и при каких условиях, как принимать, не тратясь особо на новую лекарственную форму мелатонина. Как все в медикаментозной терапии, мелатонин хорош и без побочных эффектов, когда с толком. Здорового сна и приятных сновидений. Вы того заслуживаете.